В этом году исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов. Советом народных комиссаров 8 апреля 1918 года был принят декрет об учреждении волосных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам, активная деятельность которых в последующем позволила в кратчайшие сроки создать сильную Красную Армию, вооружить и обеспечить всем необходимым для ведения боевых действий. Исключительно важную роль сыграли военные комиссариаты в годы Великой Отечественной войны. А в настоящее время на военные комиссариаты возложены задачи, от своевременного и качественного выполнения которых зависит состояние боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил. В продолжение темы репортаж Максима Швеца. Летоисчисление Лабутнанского военного комиссариата начинается с 1 октября 1977 года. За 4 десятилетия неоднократно менялось не только название учреждения, но и территориальная зона ответственности. Несмотря на те реорганизации, которые проходили военные комиссариаты, цели и задачи остаются неизменными. Это работа с мобилизацией, работа с призывными ресурсами, работа с гражданами пенсионного возраста. Это те, которые стоят на учете граждане, отслужившие Министерство обороны. Сегодня военкомат представляет собой орган местного военного управления, отвечающий в первую очередь за военно-мобилизационную работу. Основной конечной целью темы милиционной работы военного комиссариата является полнота, качество и своевременность поставки моупресурсов при объявлении мобилизации войска. Для достижения этой цели проводится работа по нескольким направлениям. Но основные из них это воинский учет, оповещение граждан. Воинский учет проводится для определения количественного и качественного состава граждан, прибывающих в запасе, для поставки войска, для определения годности воинской службы, необходимости специальности, которые нужны войска в это время. Проводится работа постоянно по изучению моупресурсов, по передназначению их, кто-то подходит, кто-то убыл, есть кого-то нет. И работа ведется постоянно. Сотрудники военкоматов проводят первоначальную постановку граждан на воинский учет. Призыв в ряды вооруженных сил России на Ямале производится один раз в год. Но каждой призывной кампании уделяется особое внимание. И работа ведется с каждым призывником индивидуально. В среднем ежегодно из города Семилиственниц в армию призывают порядка 70 новобранцев. И приоритетная задача для сотрудников муниципального военкомата не только выполнить количественный набор на воинскую службу, но и качественный, проводя медицинский осмотр и профессиональный психологический отбор, дающий возможность отправить призывника именно в те войска, для которых он будет наиболее пригоден по своим психологическим качествам. Командиры воинских частей все отзываются о наших парнях хорошо, даже присылают благодарственные письма. Непосредственно подготовка к призыву начинается уже с августа месяца, можно так сказать. И идет постепенно-постепенно до отправки уже войскам. В каких городах служат наши муниципальные? Вы знаете, география большая от Калининграда до Дальнего Востока и от, можно сказать, с севера Сыктывкара до южных границ нашего государства. Работа ведется не только в период осеннего призыва, но и на протяжении всего года. В 2018-м из города Лабутнанге один военнослужащий уже отправился к месту несения службы по контракту. Еще одним немаловажным направлением деятельности городского военного комиссариата является участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Взаимодействие с учащимися специализированных кадетских классов, а также членами отрядов юнармия. Проведение военизированных эстафет и сборов, участие в памятных мероприятиях в честь тех лабутнанских военнослужащих, кто так и не вернулся с поля боя. Подводя итоги вековой работы сотрудников военных комиссариатов, можно с уверенностью сказать, что они выполняют свои обязанности на высоком уровне. Яркое свидетельство тому – рост военной силы, мощи нашей армии, укомплектованный высокопрофессиональными военнослужащими. На сегодняшний день военный комиссариат города Баэтнанки готов на 100% выполнять все задачи, которые перед нами ставят не только военный комиссариат округа, но и Министерство обороны в целом.